Как говорил один известный во всём мире вертолётчик, продолжим разговор. Вообще интересно, я сегодня на такси сюда приезжаю, водитель тормозит. Я такой выхожу из машины, и просто мне непроизвольно такая команда «стоять». Он на меня так тревожно посмотрел, а я сам говорю «извините, это у меня на уровне подсознания». Просто кто был на прошлом концерте, кто-то знает, кто-то не знает, но у меня закончилось это всё очень интересными событиями. Потому что на следующий день я сюда приехал, мне надо было тут расписаться, здесь же тоже всё, командование, не рапорта, но какие-то штуки надо подписывать. И я еду, взял такси «Комфорт плюс», подъезжаю сюда на Цветной бульвар, выхожу из машины. Водитель, кстати, там же фотография, у него какое-то труднопроизносимое имя. Я, значит, выхожу, подхожу к багажнику, только кнопку нажимать, он по газам, вместе с моей вот этой гитарой, ему сигналили все, потому что, ну, как бы, видят, человек вышел, подошёл к багажнику, только открывает, ему там ту-ту, ну, любоцать. Я, ну, огорчился, но не настолько, насколько надо было, как оказалось потом, потому что я думаю, ну, Яндекс, такси, что тут, сейчас мы, видимо, там, связь, телефон. Он, я не учёл одну вещь. Дело в том, что, видимо, у него были какие-то важные дела, он отключил связь. И у меня через два часа поезд в Минск, такси с гитарой уехало в Москву, и я такой, начинаю какую-то локальную войну, значит, с Яндекс.Такси. А они тоже не спешат, я, значит, я им пишу, они, там, минут через пятнадцать отвечают, я говорю, у вас водитель, там, вот, ну, инструмент у меня дорогой. Ну, я, ну, я так спокойно, потому что я пытаюсь держать себя в руках, думаю, сейчас я начну на них там шуметь, вообще пошлют. Вот, и в общем, ну, это была интересная история, конечно, была целая спасательная операция. Я, во-первых, как бы, хотел бы сказать спасибо здесь, есть, товарищ майор Московской области ГИБДД, большое спасибо. Алла, спасибо тебе. А кому звонить? У меня есть хорошая знакомая. Вот, я ей звоню, Алла, беда. Он говорит, сейчас мы, говорит, поток включим там и так далее. Я до сих пор очень нервно отношусь к машине, это самое, как это она, черетига. Вот, потому что мне прислали фотографии, этот водитель-то вот с такими глазами, значит, уже мне фотка приходит. Вот он едет где-то. Алла, значит, сбрасывает, оказывается, у них там, у них ГИБДД еще та, тоже структура интересная. Они, значит, отправили сообщение всем байкерам Москвы, значит, что гитара очень уважаемого человека где-то носится по городу. Но мне не повезло, дождь в это время шел, байкеры, они написали, что, блин, ребята, ну вы понимаете, мы тут особо не ездим. В общем, я опять же с Яндекс, Яндекс мне говорит, связи с водителем нет? Я говорю, я понимаю, я это вижу. Вот, ну, в итоге я начал там уже угрожать. Я даже послал им, сфотографировал свою пресс-карту НТВ. Я говорю, я сделаю про вас очень хороший репортаж в программе «Ты не поверишь». Там, ну, понимаю, что не буду делать, но тем не менее, ну, нужно как-то, они там, по-моему, все пофиг в веннике. Мой поезд ушел, вот, через два часа таксист появился на связи. В это время тут уже, тут начинается, должен был концерт быть Дмитрия Харатьяна, даже Харатьян меня утешал, потому что, ну, видите, человек как бы загрустивший. Он, да ладно, все будет нормально. Мы с ним радостно сфотографировались, находим фотографии со мной. Вот. И, в общем, в итоге все-таки водитель появился. Он приехал такой, ну, извините. У него были дела. Ну, раз он вообще выключился. То есть он, ну, он там что-то выдумывал. Ну, ну, я так полагаю, что просто действительно очень, наверное, важные дела у человека. Вот. В итоге, а это была пятница. На выходные в Минск очень многие ездят на выходные. И я такой думаю, ну, ладно, ну, хоть поезд там какой-то, а там только спальный вагон. Так это классно, но только цена такая. И, в общем, ну, ладно, ну, главное, что гитара вернулась. А, я бы еще хотел, опять же, сказать большие слова спасибо, благодарности командованию этого заведения. Они очень, ну, тоже ко мне отнеслись так. Они меня после всего этого дела отпаивали борщом, коньяком. А, ну, борщом с коньяком и салом, в общем. Тот Харатян в это время выступал. А я там сидел скромно такой обалдевший. У меня поезд уже теперь уже все, мне спешить некуда. Он 10 вечера. Вот, и я такой, ну, гитара рядом, щупал, да, вот она, слава богу, здесь все. Я люблю что-нибудь поговорить в микрофон. Ну, это, да, интересная история была, конечно. Это к тому, что я сегодня таксист вообще не берется, услышал команду стоять. Вот, кстати, опять же, насчет сегодня. Я смотрю, в Москве солнце, осенний концерт какой-то не совсем осенний вышел, даже холодно. А в Минске, в Минске у нас вот солнца нет уже, ну, почти 4 недели. А в Минске у нас вот солнце, ну, почти 4 недели. Привыкли все к дождю, а я все солнце жду. Ведь я б тогда, тогда, за что мечтал? Вода Вода Размыла нас, как грунт И лихо целый фунт Вот это да И да И пока те шаром Так пусто во дворе На небе туч Каре Висит сплошным шатром Над Минском снова Кром И капля стекла Но сохранит мой дом Ушедший мне тепло И пусть опять Грозит Мне рощерком Гроза А тех, кто ее бит Напомнит лишь Раса Ведь поутру Раса Трамвай под окном Простужена Греметь А провода гудят О чем-то своем И плачет Дождь Навзрыт Все слезы Илья А в небе самолет Аэропорт закрыт Не знать бы, что страшнее Грозы и смертельный жар Или когда удар Еще таится в ней Мы все погоды ждем А город весь промок Как будто на замок Закрыт навек дождем Над Минском снова Гром И капля стекла Но сохранит мой дом Ушедший в ней тепло И пусть опять грозит Мне рощерком Гроза А тех, кто ее бит Напомнит лишь Раса Ведь поутру Раса Аминсказам совсем Ну без всяких Помню, мы в школе Учили стишок Классик Классик-поэт В нем Рассказы Валдетен Мол, хороши все работы Мол, хороши дружок Сотни профессий На нашей планете На нашей планете Выбрать На вкус я не принял совет Я за отцом и за братом тянулся Ну и конечно Примером был дед Тот, что из неба войны Ты не вернулся Бабушка мне говорила Внучок Колю ж летаешь Летай аккуратно Бог тебе помочь Когда горячо Чтоб ты всегда возвращался Обратно Котты летели Я с ними летал И вспоминал я Нередко Поболю Чаще Тогда, когда Прям обметал Мне молотели Наряды И боли И в этот миг Мне казалось Предел Вмиг, когда Тетка С косою Цеплялась Бабушке Срочно Вернуться Хотел Чтоб Мне с порога Она Улыбалась И Как Тогда Говорила Внучок Горю ж Летаешь Летай Летай Аккуратно Бог тебе помочь Когда горячо Чтоб ты всегда Возвращался Обратно Время Время Как пылья На вылет И в лёд Бабушка Деду Давно Улетела Только Мне Кажется Каждый Полёт Смотрят Они Чтоб Меня Не Сотела Лет Словно Рядом Команду Дает Белик Внучок А Такой Я Прикрою От Воебал Я Теперь Твой Черёд Помни Что С бабкой Мы Рядом С тобою Бабушка Где Там Ведят Мне Внучок Внучок Колю Взлетает Взлетай А Был А И С Tippy Вумаешь Ин explained aczyя Что Ты Вам Hep Важ Как Удач soup Папа-папа-папа Папа-папа-папа Папа-папа Папа-папа-папа Ладно? Спасибо! Знаете, всегда говорю, дай Бог, чтобы все возвращались. Не все возвращаются. Не хотел петь песню, но и записка пришла, и как-то ещё. 23 сентября 23 года в аэропорту ГАО Мали потерпел крушение ИЛ-76, командир воздушного судна, заслуженный лётчик-испытатель России Александр Михайлович Котельников. Вот сегодня ему бы исполнилось 67 лет. Но я всегда говорю, профессия такая. Мы все теряли, теряем и, к сожалению, знаем, что будем терять лётчиков. Я знаю эту историю. Мне в те дни прислали видео, я как-то, не знаю, как какой-то приёмник всех этих событий. Это было очень печально. Но я просто хочу ещё несколько слов сказать. 8 ноября мы в Санкт-Петербурге попрощались с моим другом Александром Алексеевым. Он летал в тылоэтажной группе «Русь». Когда я там тоже в каком-то виде участвовал, он тоже даже летал в задней кабине. Это было лет 10-12 назад. Саша совершенно внезапно умер. Он помладше меня даже. Я не знал, что он болел, никогда не жаловался. Сын просто написал. Он начальником штаба был этой пилотажной эскадрильи. 15 ноября исполнилось бы 70 лет такому тоже легендарному вертолётчику Юрию Викторовичу Дарьину. Наверняка вертолётчики знают его. Год назад, в ноябре была годовщина, как его не стало, с ковидом не справился. Сегодня с Владимиром Николаевичем Кутаниным разговаривали. Он говорит, а у меня завтра 19 ноября годовщина как экипаж в Афганистане погиб. Он там воевал. Я спою эту песню. Может быть, наверное, во втором отделении это странно. Я обычно стараюсь петь третьи песни там, но тем не менее. Потому что мы помним о них. А пока мы помним, они живы. Ну вот и всё. На новом месте служба. Разбор полётов с главным. Будь здоров. И хоть я жил порой не так, как нужно. А просто, который был сужик нашим, но суров. Здесь главное исключительно суров. А встретили зачёт на все пять палок, кто был не на полётах прибежал. И даже сам Валерий Палыч Чкалов при встрече крепко руку мне пожал. Обнял и крепко руку мне пожал. Валерий Палыч Чкалов Палыч Чкалов Валерий Палыч Чкалов Валерий Палыч Чкалов Валерий Палыч Чкалов Валерий Палыч Чкалов Всем плохо, коли они приходят к нам. Ой, плохо, как они приходят к нам. Валерий Палыч Чкалов Здесь поздно в полёте бывать осторожным. На все виды допуски, даже на сложные. Мы стали здесь все не настолько безвожны. И нам уже можно. Теперь уже можно. Летать без границ нам открыты любые районы. И небо сюрпризов для нас здесь уже не таит. Но как же мне хочется выпить стекан тот гранёный. Что с хлебушком черствым фото со мной стоит. Вне возраста все лётчики в полёте. Равны все Летёха и Головком. Здесь Нестеров с Гагариным в почёте. И Уточкин с одесским юморком. А Вася Сталина, ну, тот особняком. Шумит нам про исправность всем отчасти. При папе, мол, за это под расстрел. Наверное, грузин здесь прав отчасти. На днях он целый борт опять сгорел. И новый экипаж не прилетел. Теперь и сам я здесь таких встречаю. На входе в гарнизонном КПП. Я здесь за подготовку отвечаю. В соответствии с небесным КПП. Здесь курс другой небесный КПП. Здесь поздно в полёте бывать осторожным. На все виды допуски даже на сложной. Мы стали здесь все не настолько безможны. И нам уже можно. Теперь уже можно. Летать без границ. Нам открыты любые районы. И не было сюрпризов для нас. Здесь уже не таится. Но как же мне хочется выпить Стекан тот гранёный. Что с хлебушком чёрствым У фото со мною стоит. Нам уже можно. Теперь уже можно. Нам уже можно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Светлая им память. Повторюсь, пока мы их помним, они живы. АПЛОДИСМЕНТЫ А я хотел пригласить сюда на сцену легендарного человека. Мы с ним давно дружим. Это Владимир Ильич Трубов. Владимир Ильич, не ожидал вас здесь сегодня увидеть. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Николаем Максимовым. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И опять перед ним ставил вопрос о том, чтобы всё-таки добиться и сделать народным артистом. Ну хотя бы народным артистом авиации. Сегодня у нас осенний концерт. Осенний, знаете почему? Потому что именно осенью, в далеком 1910 году, 24 ноября, открылась первая в мире военная авиационная школа летчиков. Называлась она Офицерская школа авиации. И с нее началась вся военная и гражданская авиация Российской империи. Болтары, это Качинская высшая военная авиационная ордена Ленина, краснознаменное училище летчиков имени Александра Федоровича Мясникова. Она дала стране более 360 героев Советского Союза и Российской Федерации. Только в постсоветский период, когда училища не стало, подумайте только, более 41 человека, выпускников Качинской школы, удостоены высокого звания Героя Российской Федерации. К глубокому сожалению, у этого училища сегодня нет в рядах воздушно-космических сил. Но мы боремся. 5 ноября 1936 года была создана авиационная школа Батальская имени Серова. Сегодня это имя носит Краснодарское училище и оно отметило, Николай Викторович уже говорил, выпуском, очередным выпуском. 85 лет мы сейчас засунули. Да, да, да. Отметила свои 85 лет. Хотел бы сказать, что 12 ноября была открыта 9-я объединенная школа в Чугуеве, которая впоследствии была Харьковским высшим военно-мавиационным училищем. Ну и как же без нашей армейской авиации, которой тоже мы отметили замечательный юбилей. Хочу от имени всех авиаторов выразить слова искренней благодарности Николаю Викторовичу за то, что он является на сегодняшний день рупором всех славных боевых традиций воздушно-космических сил. Он поет так, как будто сам летает. Поет так, как будто сам ведет радиообмен. Поет так, как будто он сам пускает ракеты. Он все делает сам. Завершаю, товарищи офицеры. Прошу всех встать. Ноги вместе. Ступня на ширину плеч раздвинуть. Грудь вперед, подбородок на уровне горизонта. Набираем полную грудь воздуха. И за лучшего представителя воздушно-космических сил Николая Викторовича Анисимова. Наша троекратная. Ура! 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 Дорогие друзья, я понимаю, что праздников у него много. Я понимаю, что сегодня он работает для нас. Но в то же время хочу от всех летчиков, истреблятелей и организма вручить вам вот этот скромный подарок. И рассчитываем, что в поезде, когда ограничения будут сняты, как ты песни только, что спел, теперь нам можно. Спасибо. Вспомнилась мне одна история в поезде. Как это можно? Мы ехали в Чебоксары. Это был Николай Федорович Гаврилов, герой Российской Федерации. Герой Российской Федерации, сейчас по имени общества не вспомню, полковник Бочаров. Это группа «Уэмпел», которая выносила детей в Беслане. Он был объявлен погибшим, потому что сломил пулю в голову и очнулся в морге. А пуля прошла через шею. Он говорить не мог, он просто на девятый. До сих пор, кстати, число погибших «Уэмпеловцев» пишут или 10, или 11, потому что с Бочаровым вот такая штука была. Он написал на бумажке «Бочаров», что он живой. И вот ехал Гаврилов, Бочаров и Леонид Аркадьевич Якубович, ну и покорные слуги. Мы ехали открывать памятник вертолёта в Ми-24, поставили. Это Николай Федорович Гаврилов этими делами всеми занимался. В то время он уже не был командующим авиацией ФСБ, но, тем не менее, у него это очень важное дело. Это районный центр был в Чувашии, назывался «Канаш». И мы только отъехали, ну естественно, раз, бутылочку достали, налили. А дверь не закрывали в купе. И тут такие радостные товарищи из полиции. Ага, там, ну всё, вы попали. Ну, конечно, полицейские не знают, допустим, кто такой Гаврилов или кто такой Бочаров. А они без звёзд-героев сидят. Но Николай Федорович такой очень спокойный человек, всё время, вот его память, вот он когда рассказывал, там всякие боевые свои дела, говорит, мы летим и не знаем, вернёмся или нет. А потом летим назад, их нет, а мы есть. И вот он тут тоже такой, ну что вы, ну мы же тут, не, ну вот вам придётся штраф заплатить. А Леонид Аркадьевич Якубович в это время сидел спиной как-то, вот он сидел и сидел. И вот эти радостные, ну я по-белорусски всё равно называю милиционера, потому что у вас милиция, там. Не, не, вот сейчас вы всё, товарищи, вы штраф сейчас будете платить, и тут поворачивается Якубович. Говорит, а если я сейчас закурю? Дальше была немая сцена, где-то, ну, секунд там 30-40, тишина полная, у людей глаза вот так, они... А можно с вами сфотографировать? И вот, мы когда, кстати, в Карнаж приехали, действительно, я, ну на телевидении там много-немного, но общался с Якубовичем, конечно, тяжело ему. Потому что, действительно, мы когда вышли из поезда, и вот эта толпа, как, ну вот, они уже все ждут, и вот они бегут все к нему. И, ну, может быть, святотатство, как спасителю, вот. Тяжёлая доля, конечно. Вот, но такая, да, вот такая железнодорожная история была. Вот, ну, да, я все время чуть-чуть не буду рассказать. Но я сегодня уже говорил все-таки, мы еще вспоминаем, что у нас был день армейской авиации, и еще вот хочу спеть песню такую. Про самые большие вертолеты. Помню тот солдатик на погрузке, позвал коровы, вот пижон. Все шутило, внутри мол, как в кутузке, Что я даже не вооружен, Но не до него, когда нон-стоп он Кружат мои восемь лопастей. А под ними сердце, Где голопом Скачут двадцать тысяч лошадей. Это мчатся по небу Голопом Двадцать тысяч лёдных лошадей. Я ношу в себе Живую силу, Как в час пик автобус. Я набит Где меня уж только не носило Блистер помуднел и бог болит. Но когда без дела я кукую Грустно свесим В восемь лопастей Весь табун скучает И тоскуют Двадцать тысяч лёдных лошадей. Орутся в небо на земле, Тоскуя Двадцать тысяч лёдных лошадей. Странный обменял, Пахал как трактор И в режимах Чрезвычайно их жил. Засыпал взбесившийся реактор И пожары сотнями тушил. Штатовский чинук В карах однажды Ввысь подняли Восемь лопастей. Если что, Поднимут Боинг даже Двадцать тысяч лёдных лошадей. Если надо и не то покажут Двадцать тысяч лёдных лошадей. В небе с экипажем Дни и ночи На работе Никогда грустить. В левой чашке Пилотяга лётчик. Мы с ним вместе Нас не разделить. И окружность В небесах сияет Что рисует Восемь лопастей. Как в упряжке Мой пилот сжимает Двадцать тысяч лёдных лошадей. Нежно держит ручки Погоняет Двадцать тысяч лёдных лошадей. А двоя бойца Я встретил снова. Я его запомнил, Как летел. Тот, что про меня сказал Корова. Вот пацан Повоевать хотел. Пуля дура Догнала Скосила. Слава богу, Жив Меня узнал. А когда Ко мне на борт Вносили Божьей коровкой Позывал Пошептал Спасибо На носилках И коровкой Божьей Назвал Божья коровка Полети на небо Там твои детки Кушают конфетки. Это знаменитая писатель Вышла на сцену. Да я не шучу. Я не шучу. Ковышком Вытела. Спасибо Представление Двой дорогой гений Наш дорогой гений. Вы помните Мое определение Гениальности, Которое отличается От отдаленности Тем, что Невозможность повторы И сил воздействия. У меня Поручение. Я должна Передать привет От наших дальников Которые С них В общем-то Своё у нас началось И конечно же Многие из них Желали бы Сейчас быть здесь Она из Ангельса Приехала В частности Николай Николаевич Корпакович Полковник Командир дивизии Очень просил Передай от меня Привет Оле Я говорю Поехали Концерт Он бы сварен У меня Такими грустными Глазами Можете представить Этот взгляд Конечно же Они всеми силами Рались Силами души Но сейчас Наши ВКС Вынуждены Таня Авиация ВКС Вынуждены Конечно же Заниматься Очень серьезными Задачами Коля Я еще От подполковника Пробухала Узнала Что Именно Николай Николаевич Корпакович Был Инициатором Того Чтобы Сюда Медведев Покатали И после этого Родилась Песня Про медведей И я Очень Ухожу Что Ты Медведей Спел Если Конечно Другие планы Ладно Но Я конечно Смотрю И пересматриваю Твои песни Твои клипы Спасибо тебе За то что У нас есть Но это Твердое топливо К тому Что там Спасибо Спасибо Ну Там не совсем так Песня уже была Про медведей История была Кстати прикольная Когда Николай Николаевич Рупахович Был Начальником Центра Боевого применения 43 По-моему Дягилева И Мы туда С ЛТВ Приезжали Делали репортаж Я же говорю Всегда Какие-то Интересные истории Ничего Что я Это самое Вот И Он Ну Дал допрос Чтобы Действительно Я снимал Воздушные Наши съемки Именно На борту У нас Съемочная Группа Работала На земле А я Значит Забрался На порт Установил Гупрошку Значит На Блистере Потому что Надо заправку Все это Классно Вот Дали мне там Место Определили Спиной Вперед летать Там Есть Ту-95 Еще и такое кресло Вот Гупрошка У нее Аккумулятор Быстро Садится И я Такой Ну Когда бы Ее Включить Там Все Самолет Запустился Но мы Еще Стоим Значит Я Сидел Сидел Потом Отвязался Прохожу Значит Вперед Чтобы Кнопочку Нажать И тут Командир Борта Майор Я фамилию Его не помню Александр Михайлович Помню Звали Вот это Единственный Случай В моей Жизни Когда Человек Перекричал Четыре Самых Громких Двигателя В мире МК-12 Но Не очень Там Такая Была Нецензурная Лексика Я все Услышал Вот Ну Просто Я подошел Когда Он Отпустил Тормоза И самолет Начал выруливать Ну Я понимаю Он же Вообще Когда Узнал Что Телевизионщики Будут здесь На борту Он уже Был Недоволен И он Там А Я Сейчас Б Вот Я мог Консолей Зацепить Этот Самый Мач Освещение Там Ну Это Прям Була Того Что Он Мне Все Выдал Я Быстро Извинился Убежал Обратно Думая Что Я Включил Камеру На самом Деле Я Не Включил К Счастью Я Снимал Еще Потом Срок Когда Выяснилось Ну Потом После Полета Выяснилось Что Она Не Я Подписал Ему Диск Написал Там Вот Так С Пассажирами Не Надо Это Правильно А Он Когда Увидел Он У меня Он Побледнел Я Честно Ну Как-то Мне Даже Неудобно Было Он Говорит Вы Знаете Вы В следующий раз Говорите Что Вы Анисима Мы Не Все Вас В Лицо Знаем И Потом Еще Вечером Прекратил Мне Тоже Неудобно Говорит Да Все Нормально Ну Что Вы Так Уже А Он Как-то Ему Это Самое Как-то Был Вот Такая Была История Веселая Я Кстати Возвращаясь Опять же Предыдущая Песня Про Ми-26 У меня В голове Крутилось Крутилось Здесь В зале Я уже Называл Мой Близкий Друг Заслуженный Военный Летчик Александр Николаевич Алишагин У него Сегодня День рождения Он На Ми-26 Это тоже Его Машина Саша С днем Рождения Тебя Дорогой Долгих Еще Долгих Долгих Лет Ну Давай Не планировал Эту Песню Петь Но Раз Уже Сказал Ладно Значит Б Пройдет Рыжкой На полет На полосе Корабль Замрет На исполнителе Молитва Все По карте Винты Все Восемь На упор Разбег Отрыв Вираж На борт А все Проблемы Мы оставим Там На стоите Маршрут Проложен Не на глаз Мы верим Штурману На раз Здесь Интернета Нет И Недоступен Гугл И как Полсотни Лет Назад Бомберы Словно На парад Идут На север Чтоб Потом Уйти За угол И Словно Литер Наш Борт Сопровождают Нас Эскорт Вот Только Нет На небе Орке Строва И Мете И Где Там На доски Штабах Три Повоку Бьют И Все В пигах Летят По Атлантику Российские Обеды Дмеди Летят В Атлантику Медведи Пролитый Кофе Обожжет Болтанка Нас Не пережет Погода Дрянет И Народарец Бложе За Светки От Фюзеляжа Револьвер Он Производство СССР Сказали Янгисы Что Русская Рулетка И Вместо Радостных Вестей Как Подоложат Про гостей У Плоскостей Повестит Пара Супастодав Они Ведь Тоже Напролом И Чуть Не Блистер Нам Крылом Таких Бурзы Как Правило И Штатов Медведи Не Изменить Курс Ребор Хоть И Наглеет Наш Скор Мы Посылаем И Домой К Любимым Лете И Где Там На Тоских Штабах Шифровки Строчат В ПВХ Пришли В Атлантику Российские Медведи Пришли В Атлантику Медведи Шар В Океанне Нет Дорог И Он Для Нас Как Сен Астон Нам Отыскать В нем Надо Чертову Иголку И Ищем Мы Норильский Страх Авианосец На Волнах А И Найдем Там Все Задание Бездолго И Крики Я Вижу Командир А Вдруг Разорвет Нимой Мир Железный Ящик С высоты Уже Заметен Там Черных Мьется Отмирал Разнос Устро И Обрал А Вы Так Счастливы Оленькие Дети Качнет Накрыли Вискорт Поштет Доклад На Русский Борт И Уберутся Наши Летные Соседи У них Шкабах Дадут Отбой Лишь Будут Спорить Меж С собой Когда Опять Придут В Атлантику Медведи Придут Ой Придут В Атлантику Медведи Мы на свидание Идем Друг друга Санкером Найдем И семь Потом Сойдет Но мы Поймаем Конус Хоть Тяжело Держать Режим Мы Каждой Тонной Дорожим А Турбулентность Нам Повысит Общий Тонус Наш Самолет Худит Устал Он Помнит Док С Дор И Места Вьетнам Монгола Куба И Гвинея Отцы Летали Там До Нас Но Если Дали Нам Приказ Мы Без Этим Смогли Ведь Мы Умеем И Экипаж Просто Смог И Пусть Усталость Творит С ног Но Мы Так Рады Нашей Маленькой Победе Что Нас Совсем Не Клонит Сон Не Спит Сегодня Гарнизон Домой Вернулись Из Атлантики Медведи Пришли Домой Медведи Идут В Разволочку Медведи Домой Любимые Медведи 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 Следующая песня Всегда На осенней Такой вот Сцене Ее пою А вы ее Кстати Подпевайте Медведи 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 Или, как прежде, в чёрных бушлатах Грозно шагают твои патрули. Или, как прежде, в чёрных бушлатах Грозно шагают твои патрули. Вспомнил и время горести тяжкие, Ломя пожаров, грохоть брони. Как умирали парни в сильняшках Под Ленинградом блокадные дни. Как умирали парни в сильняшках Под Ленинградом блокадные. Волны крутые, штормы святые, Доля такая у кораблей. Судьбы их тоже чем-то похожи, Чем-то похожи на судьбы людей. Ветром солёным крыщут просторы, Молнии крестят мрак грозовой. Что тебе снится крейсер «Аврора» В час, когда утро встаёт над него? Что тебе снится крейсер «Аврора» В час, когда утро встаёт над него? Что тебе снится крейсер «Аврора» В час, когда утро встаёт над него? Ну, я смотрю две песни немножко. А осень – это всё время такое настроение ночное. И песни ночные. Хотя я всё время вот здесь говорю, что вот эта следующая песня, она хоть такая совсем-совсем гражданская, но тем не менее для меня всегда было удивлением, когда её просили исполнить люди из ЦСН ФСБ. А разговор не клеился, и ночь текла ручьём, Я как-то не надеялся, что мы себя поймём. Луна в огне расколотом прикинулась мечом, А мы болтали шёпотом всё как-то ни о чём, А мы болтали шёпотом в твоём. Подмигивал светильничек и чайничек шипёл, Дотекал так этот будильничек, и я про что допил. А гром далёким рокотом напоминала весна, Мы танцевали шёпотом уже не до поздна, Мы танцевали шёпотом уже. Уже почти пол третьего, а сон не для двоих, Ах, нам бы лучше третьего и просто на троих. Отставить. О стрелке время верили, летел за часом час, И мы почти поверили, получится у нас Узнать бы как-то, что потом и вечное когда. А мы прощались шёпотом, наверное, навсегда. А мы прощались шёпотом, наверное, навсегда. Ну а следующая песня её сам Бог велел петь на осеннем концерте, Потому что она начинается со слова «Осень». Осень вечер, ветер тучий, В доме свет опять отключен, И луны азиатчий лучи Робко светит сквозь ветра, Одиноко, хмуро, скучно. От души упрятан ключик, И с собой мир заключен. Ненадолго до утра мой мирок размером С кухни угас, под кофе не потухнет, Где-то гром печально напухнет, А видно тоже одинок. Строго тикает будильник, Сам себе запутыльник Поживёт, моргнул светильник, И раздастся в дверь звонок. Ночь – такое время года, Что, не глядя на погоду, Гости в дом ко мне приходят, И в прозрачную не воду, А в душе моей к восходу. Только, а только до ночь – такое время года, Ночь – такое время года. Рюмки, водка, сигареты, хлеб, Холодные котлеты, И сердца у нас согреты, То ли дружбой, то ли спиртным. Но душа моя раздета, Или дай мне где-то, Рвётся в сторону рассвета, Только там туман и дым. Я, наверное, спел свою песню, Раз уж мы сегодня вместе, Вряд ли нам грустить уместно. Я пою, и каждый слышит, То, что он хотел услышать, Но стучат соседи. Слышу в водоре, чтобы тише. Ночь пройдёт, рассвет всё сбежит. Ночь – такое время года, Что, не глядя на погоду, В гости в дом ко мне приходят. И вот прозрачную не воду, А в душе моей к восходу. Только, а только до ночь – такое время года. Прозвонил давно будильник, Опустел мой холодильник, В горле будто бы напильник. Мне не скоро пить, теперь солнце. Ты видна встать и забыла, И сжимает боль затылок Трое сушеных бутылок. И уже закрыта дверь осень, Вечер, ветер, тучи. В доме свет опять отключен, И луны озявши лучик. Рубка светит сквозь ветра, Одиноко, хмуро, скучно. От души упрятан ключик, И с собой мир заключен. Ненадолго до утра ночь – такое время года, Что, не глядя на погоду, В гости в дом ко мне приходят. Пьют прозрачную не воду, А в душе моей к восходу. То, не глядя на погоду, В гости в дом ко мне приходят. Пьют прозрачную не воду, А в душе моей к восходу. То, не глядя на погоду, В гости в дом ко мне приходят. В гости в дом ко мне приходят. В оланды, Иисус, к нам приходят как-то. Переменно хочется летать, Вроде небо рядом и открыто. Но летала только Маргарита. Хмурый горизонт, Как рубин краснеет на закате, Раскрывает зонт. Над землей ночью, Как надзиратель день закончил круг. Я уснула по-глупому, мечтая, Мне приснилось вдруг, что я летаю. Я летал во сне, Над землей, где я только не был. Словно по весне, Был осенним и бездонным. Небо крепко обнимал, И носила меня веселый ветер. А с земли во след смеялись дети, Так в этом живем. Ходим по земле, во сне летаем, Где-то панк сорвем, А потом удачу пропеваем, И мы чудес не ждем. Не волнует нас среди блаженства То, что мир далек от совершенства. Ходим по земле. В оберерах закон Ньютона Не опускает бунт на корабле, Черный флаг на мачте Поднимает небеса во мгле. Я летал во сне, Над землей, где я только не был. Словно по весне, Был осенним и бездонным. Небо крепко обнимал, И носила меня веселый ветер. От земли во след смеялись дети, Крылья за спиной. Только лишь у ангелов бывают, Я ведь не святой. Мне не крылья, Руки обрывают в небо и улететь. В крыльях постоянно солнце светит, Только где же он есть на этом свете? Я летал во сне, Над землей, где я только не был. Словно по весне, Был осенним и бездонным. Небо крепко обнимал, И носила меня веселый ветер. От земли во след смеялись дети, Я летал во сне, Над землей, Я летал во сне, Над землей, Я летал во сне, Над землей, Спасибо! Спасибо. Про Золот, про Линни-Пуха. Вертолёте! Мнения учёных разделились. Вертолёте! Ещё одна такая гражданская всё-таки песня. Хорошо, что ты есть на свете, Даже если не рядом и где-то, А мы вместе на этой планете. Это значит, что снова лето, И нас висло, чей лёд растаял, И осколки его уплыли. А я в церкви свечу поставил, Чтобы беды тебя отходили. И зима мне только приснилась, Снега нету в России и в Польше. Если что-то со мной случилось, То всего лишь любовь не больше. А глаза твои вряд ли заметят, Что они мне всего дороже. Хорошо, что ты есть на свете, Вот бы только хранил тебя Божий, Вот бы только ты чуть улыбнулась. Так не странно, Случится вдруг это, И чуть-чуть на мой взгляд Встрепенулась. Значит, лето будет. Значит, лето будет. И зима мне только приснилась, Снега нету в России и в Польше. Если что-то со мной случилось, То всего лишь любовь не больше. И зима мне только приснилась, Снега нету в России и в Польше. Если что-то со мной случилось, То всего лишь любовь не больше. Опять же, вспоминаю с этой песней. Однажды в Благовещенске я имел удовольствие, Или как сказать, съездить в Китай. Возили меня там друзья-вертолетчики. Вот, кстати, там Владимир Николаевич Кутанин И Александр Николаевич Лишагин. Они знают Михаила Степановича Сочнюка. Вот. Один летал с ним, другой учился вместе в Зазырине. Вот. И я такой на границе заезжаю в Китай. И, ну, я понимаю, что белорусский паспорт, Допустим, в Пекине или где-нибудь в Шанхае Кого-то не удивляет. А там это, ну, китайская деревня под названием Хайхэ. Ну, это город, там население всего три миллиона. Ну, поэтому я и говорю, что по китайским меркам это деревня. И пограничник такой, оба, Беларусь. Это где? Я так, блин, ну, как в этой песне. Где Россия, знаешь, знаю. Где Польша, знаешь, знаю. И говорю, посередине. Он, ааа. И тут меня пророл. Я говорю, а у нас в Беларуси по телевидению говорит, что Китай наш стратегический партнер. Вот. Следующая песня, опять же, я уж раз упомянул Михаила Степановича Сычнюка, то следующая песня та, которая случилась после того, как мы с ним летали. Вот. Песня называется «Седьмой». История, которая приключилась на его вертолете. Человек предполагает, а судьба располагает. Не узнать дорогу наперед. Завернули нас с маршрута. Плохо стало там кому-то. Мы кладем в себе рожек и вертолет. Как сто лет назад в Афгане, в правой чашке, друг мой Ваня, Между нами Саня, а бортовой. И усталость трекозою над бескрайнею тайгою. Мы жужжимый фронт здесь, грузовой. Где-то в прошлом пушки танки, можно жить и на гражданке. Главное, чтоб только лишь летать. В мирном небе и заботы, хватит нам и здесь работы. Ведь с ней всю жизнь нам воевать. Снова пашем сверху ручно. Нам в больницу нужно срочно вывезти кого-то из тайги. И находим мы средиолог бога брошенный поселок. Домики, как бабушки и гири. И ветер сильный на посадке, и впервой нам все в порядке. Быстро, фельдшер, объяснишь потом, что аппендицит случился. Варень вон в живот вцепился. И девица тоже животом. Мальчик-фельдшер слишком бледный. Первый раз летит он бедный. Шестеро нас, что тут поднимать? А когда-то было дело, приходилось под обстрелом В взводноморном звании принимать. Навсегда мне, Ваня, жалко тех мальчишек, Что в повалку мы перевозили за рекой. А теперь мужик в салоне, как трехсотый тихо стонет. Об одном подумаем с тобой. Знаем, все в порядке будет. Парень точно не забудет. Этот наш внеплановый полет. Что-то там его отрежут. Будет жить в тайге, как прежде. Может, нас когда-то поменят. На сносях у нас девчонка голосит. Но так уж звонко. Саня, быстро, что там? Доложи. Командир, отходят воды. Блин, прилетели народы. Мы ж не проходили тренажи. Девка в воздухе рожает. Нас засветки окружают. Бедный фельдшер проглотил язык. Примет Санечка, младенца. Замотает в полотенце. Прокричит нам радостно. Можик. Можик. Работяга наш Ми-8 от грозы нас всех уносит Снова мы как будто на войне С вами мы переглянемся, знаем точно, что вернемся Мы ж теперь обязаны в войне Человек предполагает, а Господь располагает В этой жизни абсолютно всем Вылетали нынче трое, нас маршрут потом удвоил А в итоге прилетело семь Вылетали точно трое, нас умножили на двое А в итоге прилетело семь Пара-па-па-па-па От седьмой родной мужик Пара-па-па-па-пара-пам Пара-па-па-пара-пам Тоже просили исполнить Не моя песня, это Дмитрий Угольников, но Я знаю, что здесь есть люди из гражданской авиации тоже Красавец лайнер наш стремительно взлетает Раскрашен так, что радуется глаз Нас техник вдаль тревожным взглядом провожает Ведь мы висим на алюминии сейчас Внутри раскрашенной трубы из алюминия Чуть в небе синем я Куда спроси меня Кто приклепал трубе надежный хвост и крылья Мы в полете благодарны за труды Пилоты строго за полетом наблюдают На стрелке смотрят, словно видят в первый раз И никогда штурвал из рук не выпускают Ведь мы висим на алюминии сейчас Внутри раскрашенной трубы из алюминия Чуть в небе синем я Куда спроси меня Кто приклепал трубе надежный хвост и крылья Мы в полете благодарны за труды Летим, а штурман постоянно курс меняет И удивляется потом сильнее нас Когда диспетчер нам по буквам прочитает Название точки, над которой мы сейчас Внутри раскрашенной трубы из алюминия Чуть в небе синем я Куда спроси меня Кто приклепал трубе надежный хвост и крылья Мы в полете благодарны за труды А стюардессы пассажирам наливают Поменьше эконому большего бизнес-класс И после этого там вряд ли Понимают, что мы висим на алюминии сейчас Куда спроси меня Куда спроси меня Кто приклепал трубе надежный хвост и крылья Мы в полете благодарны за труды Летать в раскрашенной трубе из алюминия Моя профессия Труба не семеня Нам на посадке не помять бы хвост и крылья Тогда, быть может, нам заплатят за труды Владельцы алюминиевой трубы Спасибо Ну, я в первом отделении все-таки пел песню про Машу Но куда без второй, нельзя Обратно пишу вам, любезная, Екатерина Матвеевна Поскольку выдалась свободная минутка И размежился я на горячем солнышке Будто наш, вот Васька на заваленке Сидим на песочке возле самого синего моря Ни в чем беспокойства не испытываем Солнышко здесь такое, аж в глазах дыло Еще хочу сообщить вам Дислокация наша протекает гладко В обстановке братской в общности и согласии Идем себе по пескам И ни о чем таком не вздыхаем Так что вам зазря убиваться не советую Напрасное это занятие Привет, моя любовь, родная Маша Сижу в роскошной кимбе у оконца И как товарищ сухого в белом солнце Пишу тебе в уме о жизни нашей Привет тебе, моя родная Маша Здесь точно солнце белое в пустыне Живем спокойно и ногтолетаем А так все загораем, отдыхаем Здесь все персины вкусные и тринь И солнце ваше белое в пустыне Как лагерь пионерский распорядок Кино, концерты, всякие артисты Уютно здесь, спокойно все и чисто Полиция следит, чтоб был порядок Вот лишь война не любит распорядок На женщин я не-не, хоть и позваться Медсестры Маша могут здесь порожие Отряд их медицинский огорожен Ведь я же не обманываю, братцы Забор такой, чтоб к ним не подобраться Па-па-па-пам-пам-пам-пам-пам-пара-папа Не подобраться к ним никак Здесь не устроить ужин со свечами Шалят у нас тут Маша Бармали И так не спим, а эти блины злодеи Игрушки запускают к нам ночами Со всякими опасными вещами Жаль ночью поднимают, вот досада Когда кому-то станет слишком жарко Тогда нам срочно грузятся подарки А мы их разгружаем там, где надо За это где-то раздают награды Награды где-то выше ожиданий Они для тех, кто на день прилетают Построят, пошумят, повоспитают И дырочку на грудь без хлебаний А мы привозим дырочки за до ней У нас вчера здесь был концерт в Ангаре А Несимов нам пел, про нас немало Мужик прикольный, только в плен попал он Полиция здесь, как всегда, в ударе Нашли там у него коньяк в гитаре А у меня бы не нашли Артиста где-то Заберли поспешно Нам указали тесто По секрету Стояли насмерть красные пиреты Но был певец освобожден, конечно Прошла вся операция успешно Потом разборки, словно мы из НАТО По полной всем по шапке получили Но главное, артиста мы отбили И значит он еще споет когда-то Ну а пока нам надо лететь куда-то Одну в команду дать войне отставить Налить борща и выпить чарку водки А на закуску их с лучком селедки И песенку про летчика поставить Мне эта Маша трудно и представить Привет, моя любовь, родная Маша Сижу в роскошной кимбе О конца И как товарищ Сухов в белом солнце И пишу тебе в уме о жизни нашей Привет тебе, моя родная Маша Спасибо Спасибо У меня вот мысль она все время Вот найти бы того подполковника, который успел увидеть, что меня хапнули Вот И я его не знал Он просто подбежал Говорит, вы знаете, кто это? А эти Говорит, да нам пофиг Да нет, там Ну и в общем, ну и в общем Алярам был Там Мэйдэй, Мэйдэй Там На всем химийном И так же разворачивалась операция Но Вера Просто повезло, что действительно какой-то вот офицер Которого я не знал А он успел увидеть, что меня тут это самое Приняли А, кстати, вот в этой песне была одна строчка про другую песню Её и спою Малоизвестная такая Я летчик Красивая форма Могу оставить И даже соблюдать Что-то порой Я летчик И звук от турбин на земле лучший звук А мой самолет, это мой верный друг Я летчик Мне хочется в небо бездоном летать За это готов я полу жизни отдать Я летчик И черт у него я душу продал Мне кажется, я дразденья летал Я летчик Я так это небо безумно люблю И мне без него не прожить Даже хмурый денёчек Я там в облаках нарисую петли Вираж завернув горку, сделаю бочку Я летчик Я летчик Пускай перегрузка предает, стерплю Но небо родное предать я вовек не посмею И землю я тоже, конечно, люблю Но только когда не по ней, а на дне Я летчик Темнеет в глазах на крутом вираже И давит на сердце мне несколько же Я летчик Комбез весь в пату можно просто отжать Никто вам сказал, что не сложно летать Я летчик Под крыгами смерть Поправи стольёй Она поднимается в небо со мной Я летчик Увы, продолжает планета гореть А значит я снова Я должен лететь Я летчик Я так это небо безумно люблю И мне без него не прожить Даже хмурый денёчек Я там в облаках нарисую петли Вираж завернув горку, сделаю бочку Я летчик Пускай перегрузка предает, стерплю Но небо родное предать я вовек не посмею И землю я тоже, конечно, люблю Но только когда не по ней А над ней Я летчик По нити глиссады иду я домой А хочется жить где-то здесь Под землёй Я летчик А что на земле, мне совсем не понять Заставить хотят меня с троем шагать Я летчик Награды и деньги совсем не про нас И кто-то уходит на Боинга и Бас Я летчик Но в небе учили меня воевать А значит я должен, обязан летать Я летчик Я так это небо безумно люблю И мне без него не прожить Даже кмурый денёчек Я там в облаках нарисую петли Вираж завернув горку, сделаю бочку Я летчик Пускай перегрузка предать терплю Но не воротное предать Я вовек не посмею И землю я тоже, конечно, люблю Но только когда не по ней А над ней Но только когда не по ней А над ней А над ней Я летчик Спасибо Как-то вот Про завод не вспомнил Честно, до сто лет не пел Я в следующий раз подготовлюсь Ну, Серега, прости Вот, ладно, я другую песню спою Потому что поступили угрозы Если я её не спою Человек такой, мало ли чё не выйдет Прилетит друг волшебник В голубом вертолёте И бесплатно покажет кино С днём рождения Поздравить И, наверное, оставит мне подарок Пиццер Искимор Начитался в детстве сказок Без родительских подсказок Я хотел летать, как Карлсон И виражить между крыш До небес казалась малость И легко во сне леталось Только в детстве всё осталось Толстый Карлсон и малыш Эскимо на вертолёте Даже если сильно ждёте Не бывает, не найдёте Сказка, ложи, мультик врёт Вряд ли вы меня поймёте Но хотелось жить в полёте И с детства вертолётик Превратился вертолёт А, правильнее А, правильно А, вертолёт А, вертолётик По горам, полям и взяним Плохо винтами месим, как малышей Харлзон вместе Разлучить не смогут нас В небе жизнь совсем другая Пусть земля меня ругает Я по воздуху шагаю, сжав ладошкою шаг в газ Торты, эскимо, конфеты Все остались в детстве где-то Возим бомбы и ракеты Раздаем то там, то тут И в десанте, и в пехоте Мой зеленый вертолетик В исключительном почете Нас всегда с надеждой ждут Ждут Вертолетик 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 Как мальчиш плохие же с книжки Нехорошие мальчишки Достают порою слишком Вспоминаем мы чью-то мать Кто с рогаткой, кто да с пушкой Все берут меня на мушку Отобрать хотят игрушку Вертолетик поломать Нет там И тогда я огрызаюсь Во все тяжкие Пускаюсь И за небо я хватаюсь Каждой лопастью держусь Нам домой вернуться нужно С вертолетиком Мы дружно Под огнем свой танец Дружин он герой Я им горжусь Грозно Вертолетик Вертолетик Вертолет Жизнерадостный Вертолетик Вертолет Мы по жизни с ним летаем Выручаем и спасаем Отдохнуть и не мечтаем Поменялись только мест Вдруг из детства тот волшебник Прилетит и даст учебник Чтобы понял я зачем Нам этот наш воздушный крест Прилетит на вертолете Неотложном по работе Не заботясь о пилоте Детство он меня возьмет Даст пломбирки Но покажет Сказку на ночь мне расскажет И подарит может даже Свой мультяшный Вертолет Запускаем, да? Запускаем Вертолетик Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р Вертолетик Р-р-р-р-р-р-р-wertолетик Браво! Федерацию на сцену не выпустили, а меня выпустили. Я за федерацию. Там вообще интересно, классное мероприятие, конечно, было. Это киноконцертный зал Эльдар. С удивлением узнал, что генеральным директором его является Олег Митяев. И над сценой повесили планер настоящий. Один товарищ ко мне подходит, ты не боишься, что этот планер над головой висит? Я говорю, ты знаешь, я пару лет назад выступал в Крокус-Сити-Холле на 90-летии военно-транспортной авиации. Там висел Л-76. Макет, но очень большой. Поэтому меня не испугай планерам. Хочешь, хочешь, научу тебя летать? Хочешь, расскажу тебе, как птицей стать? И ночью, оболнув поверхностью лететь, И коснувшись звяда части петь, главное — хотеть. Знаешь, ты не сможешь тогда позабыть. Знаешь, небо невозможно не любить. Взлетаешь, облака листаешь, как тетрадь. Знаешь, небо можно обнимать, Главное — мечтать. В звездной вышине, Времени во сне Обмануть законы физики суметь. В формулы поправь, сети разорвав, Исключением исправил улететь. Шумом ветерка где-то в облаках, Умываясь, небесами объенить. Верить, чтоб хотеть, мечтать, Чтоб любить, летать и успеть. Вспеть, в бортовой аэрон, Навигационный огни вижу. Веришь, если верить, сбудется мечта. Веришь, лучшая команда от Виента. Сумешь, два на два наложишь, выйдет пять. Веришь, в войске сложно улетать, Главное — мечтать. Пылью разлетится В смесь суета, Пылью обернется Главное — мечта. И крылья Не дадут любовь твою, Ведь знаешь, Это небо можно пить, Главное — любить. В слезной вышине Времени во сне Обмануть законы физики Суметь Формулы поправ, Сильди разорвав, И исключения Из правил улететь. Шума в ветерках, Где-то в облаках, Умываясь, Непесами обменить. Что хотеть? Мечтать, Чтоб любить, Летать И успеть Спеть Хочешь, Хочешь, научу тебя Летать Летайте, мои дорогие. Летайте обязательно. И самое главное, Чтобы все мы летали В мирном небе. Чтобы все, кто сегодня Выполняет боевые задачи, Чтобы все вернулись живыми и здоровыми. Чтобы и дальше Все авиаторы, я всегда говорю, Чтобы дай Бог, чтобы они спускались на бетонку Только лишь по стремяночке, Никаким иным другим образом. Мирного дня во всем нам. А мы еще споем, конечно. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Как обычно, вылет срочный, Нас знать прижали наших точно. Мы летаем денно-ночно На свой вечный риск и страх. Наношу планшет и метку, Там в квадрате, словно в клетке, Задыхается разведка В этих чертовых горах. Нам поставлена задача, Вот еще бы нам удачи. Мы торопимся иначе, Там поляжет целый взвод, Замаскаясь без газовки, Техник в старенькой спецовке, Хлопник в борт по заканцовке, Два игроча идут нам зря. Мы не смотрим на пейзажи, Надо быть всегда на страже. Среди горы скалверанжем Эй, браток, не отставай, Выхожу из-за пригорка. Осмотрелся я на горке, Где-чего себе разборки, Но ведомый не зевай. Эй, не изоли, Жизнь пехота! Начинается работа, Справа тридцать пулемен, И мне земля в эфир орет, Да ворот бросаю хабы, И на выводе ни слова, Словно я попал в хабы, Заболтал самолет! Да серая, как паутина, Маневрировая активно, Живописная картина, Как собраться в огорачи, Прилетели выручаем. Все кольком нас здесь встречают, Нам земля не отвечает, Но рассветка не молча. Я кручусь и повыркаюсь, В сотый раз я зарегаюсь, По прилету увольняюсь, Чтоб не я в сотый грусть, Нахрена пошел я в качу, Вот ульянос! Все иначе, Был в дом, машина, дача, И водил в арбуз! Грач, бедняка, низ увечен, И я за это им отвечу, И несутся мне навстречу ярко, Красные шары, чудеса еще бывают, И шмор хоть попадает, Хоть в глаза мне разъедать, Нет спасения от шары. Горячо, а не просто жарко, Отправляю вниз подарки, Подержать, попробую марку, Под свинцовым кипятком, ВПУ, как уж, Катанка, Греха, Выстрелова полтанка, Я, как пыш, Консервные банки, Покатура, балан, ГО! Не попасть по ночи в сводку, Чтоб за нас не переводку, Я, как уж на сковородке, Из расхода вам БК, Имитирую атаки, Выходить пора из страницы, Есть почти сухие банки, И благородный банк! Мне пальчиком поросом, Грачу с колоколом лосом, Значит, весь я под вопросом, Самолет мой просто в хлам, Но живо, а мужчина дышит, Слово дает кто-то свыше, И в наушнике, я слышал, Летоны! Спасибо вам! На обратном, да вернули, Позадись на ленты пули, Уравнение пернули, Держит в воздухе грача, Борт летит на чистом слое, Из нас и капли крови, Знает санчасти, На здоровье, Получают врачи, Дальний ближний, Вот питонка, Парашюты хлопнут звонко, За рулю уйду в сторонку, И меня не тормошить, Где-то бой, Но это где-то, А вокруг, Такое ли это? Техник даст мне сигарету, Эх, ребята, Будем жить! Будем жить! Мир на войне во всем нам! Будем жить, И обязательно еще споем! Спасибо, дорогие! Спасибо! У нас сегодня осенний концерт, Я в Питере пошел на такой эксперимент, Решил в конце еще спеть такую вот песню, И подпевали, Я думаю, и вы подпоете, Потому что она осенняя. На ковре из желтых листьев Платьица просто, Из подаренного ветра Крептешина Танцевала в подворотне, Осень бар без бастон, Отлетал теплый день, И хрипло пел саксофон, Изо всей округи людей Приходили к нам, Изо всех окрестных крыш Слетались птицы, Танцовщица Золотой захлопал крыльями, Как давно, Как давно Звучала музыка там, Как часто вижу я сон, Мой удивительный сон, В котором осень нам танцует Вальз Бастон. Там листья падают вниз, В пластинке крутится диск, Не уходи по пути со мной, Ты мой каприз. Как часто вижу я сон, Мой удивительный сон, В котором осень нам танцует Вальз Бастон. А в пьяне в одно Слажденья О годах забыт, Старый дом, Давно влюбленный В свою юность. Сими стенами качался, Окна отворив, И всем тем, Кто в нем жил, Он это чудо дарил. А когда затихли звуки В сумраке ночном, Все имеет свой конец, Свое начало. Вся грусти Сволокнула осень Маленьким Дождем, А как жаль Этот вальс, Как хорошо было в нем. Как часто вижу я сон, Мой удивительный сон, В котором осень нам танцует Вальз Бастон. Там листья падают вниз, Пластинки крутятся диск, Не уходи, Побудь со мной, Ты мой каприз. Как часто вижу я сон, Мой удивительный сон, В котором осень нам танцует Вальз Бастон. Осень. Спасибо. Спасибо, мои дорогие. 23 февраля. День Савинской армии Военно-морского флота. Торжественное построение, Торжественный концерт. И, конечно, мы На этом торжественном концерте Споем эту песню. Как-то летом на рассвете Заглянул в соседний сон, Там смуглянка, Молдаванка Собирает виноград. Я краснею, я леднею Захотелось вдруг сказать, Станем над рекой, Захотелось вдруг где-то Стою зорьки летние встречать. Раз, Клёно-зелёный, 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 Нистрезной, Скудрявый, резной И смуглянка молдаванка Отвечала парню вла Партизанский молдаванский Собираемый отряд Винчера на партизаны Дом покинули родной Ждет тебя дорога Партизанский лист густой Раз, кудрявый Да кленный, зеленый Лист крезаной Сделись угленно Да мы расстанемся с тобой Кленный, зеленый Да что кудрявый Да раз кудрявый Резной И смуглянка молдаванка По тропинке в лес ушла В том обиду я увидел Что с собой не позвала На смуглянке молдаванке Часто думала по ночам Вновь свою смуглянку Я в отряде постричал Раз, кудрявый Да кленный, зеленый Лист крезаной Здравствуй, парень Да мой хороший, мой родной Кленный, зеленый Да кленный, зеленый Да кленный, зеленый Лист крезаной Здравствуй, парень Да мой хороший, мой родной Кленный, зеленый Да кленный, да кудрявый Да раз кудрявый Резной Будем жить Будем жить Мирного неба всем нам Берегите себя, дорогие мои Ребяновых встреч Спасибо